В эфире программа Beauty Time Новый год это праздник, когда нельзя себе отказывать в визуальной роскоши и блеске. Именно поэтому в преддверии зимних праздников так востребованы вечерние платья. Как собрать торжественный образ, рассказывает Татьяна Шумилова. Очень часто мы слышим, что наряд для праздника нужно покупать такой, чтобы он подходил для разных случаев жизни и не залежался в шкафу. Однако далеко не всегда мода должна быть практичной и не везде можно появиться в универсальном платье. Многие клиентки обращаются ко мне и просят подобрать им платье, как вы правильно сказали, в пир и в мир и в добрые люди. Говорят, чтобы я его одела на Новый год, а потом на силы, на работу и на все праздники. На самом деле это не совсем правильный выбор, потому что я бы все-таки посоветовала отделять праздничную капсулу от повседневной. То есть платье должно создавать настроение. Когда вы одеваете это платье, вы должны чувствовать себя празднично, должны чувствовать себя торжественно. То есть в некий трепет должен быть такое ощущение, предвкушение праздника. Для праздничных событий, которые проходят в торжественной обстановке, стоит запастись платьем в пол. А если вечеринка проходит где-нибудь в жарких странах, длинное платье с блестками лучше заменить на что-то более соответствующее данной ситуации. Может быть это будет какой-то морской принт с необыкновенными кораллами, ощущение какое-то как напоминание о море. Может быть это будет какая-то анималистическая расцветка, например леопард, который всегда выглядит очень сексуально и придает, несмотря на некую агрессию, придает очарование. Вечерний образ – это не только видимые элементы. Нужное настроение создают все без исключения детали наряда. В женском гардеробе, как правило, бывает очень много капсул. Капсула выходного дня, капсула вечернего платья, капсула делового костюма, но также должна быть капсула красивого нижнего белья. И поскольку ключевой характеристикой праздничной моды является соблазн и обольщение, правильное белье играет в этом не последнюю роль. Для женщины должно быть красиво не только одежда, платья, блузы, брюки, костюмы, но в первую очередь нижнее белье. Ведь мы его покупаем для себя и одевая красивое белье, каждая чувствует себя королевой и мы даже двигаться начинаем по-другому. Есть белье очень нарядное, которое мы одеваем именно, чтобы устроить себе праздник. Обязательно нужно иметь корректирующее белье, потому что такое белье, как правило, мы одеваем либо под трикотажные вещи, либо под вечерние платья. Платье и то, что под ним – это половина дела. Впереди еще выбор обуви, украшений, а также прическа, макияж и, как завершение образа, парфюм. Бутик Viva Glam. Одежда и аксессуары из Италии. Дом быта, первый этаж. Салон нижнего белья «Феромон». Ждем вас на первом этаже дома быта. Выгодное предложение. С 5 по 30 декабря скидка 50% на последние отрезы ткани. Салон ткани «Тесура». Тимирязева, 26. В салоне «Велостиль» сезон накопления скидок. При обслуживании до 31 декабря вы получаете скидку в январе и феврале. Продолжая новогоднюю тему, хочется обсудить не только наряды и подарки, но и гастрономические интересы. В каждой стране они свои, но в то же время у нас и у европейцев есть много общего. Что подают зимой в кофейнях Австрии, узнала Татьяна Шумилова. Рождественские проекты, которые проходят в учебном ресторане РБУ, всегда отличаются оригинальным стилем, вкусными угощениями и приветливой обстановкой. На этот раз студенты воссоздавали атмосферу знаменитых австрийских кофейн. «Как известно, австрийская кофейня, должна быть камерная атмосфера уютная, на столах обязательно должны быть свежие газеты, потому что, как известно, туда ходит в основном выпить чашку кофе и почитать свежую прессу. Ну и, конечно, съесть свежую булочку, круассан. Кстати, круассаны – это не французская выпечка, как мы узнали, да, это вообще родина круассанов – это Австрия». Австрийские преподаватели Освальд и Курт в течение недели обучали челябинских студентов секретам венской выпечки и национальных напитков. А Курт даже появился перед гостями в национальном костюме, который он надевает лишь в исключительных случаях. «Такие костюмы австрийцы обычно надевают по воскресеньям и торжественным датам. Лично я этот наряд ношу 4-5 раз в году. Еще у меня есть праздничные шорты, которые я надеваю летом, а штаны я ношу зимой». Глинтвейн, венский кофе, шоколадные конфеты «Моцарт», всемирно известный торт «Захер» и еще множество сладостей и напитков отведали гости ресторана. Они же – родители и преподаватели студентов. «За все время подготовки к проекту австрийские гости нас научили приготовлению различных венских и других традиционных австрийских сладостей. Все рецепты – это австрийские рецепты. Наши гости привезли австрийские книги, где мы брали рецепты, переводили их и готовили. То есть является фишкой, я считаю». В каждой стране, где отмечается Рождество, есть свои традиции и обычаи. Например, в Австрии подготовка к этому дню начинается за 4 недели до праздника. В это время по всей стране начинают работать ярмарки, а дома украшаются рождественскими венками. На Рождество Вена и Австрия затихают, потому что это сугубо семейный праздник. Как правило, австрийцы собирают на праздники всю родню. На Рождество принято дарить шоколад и выпечку. Обязательный атрибут на Рождество – это снег. Мне недавно звонила жена и сказала, что в Австрии уже лежит где-то полметра снега. А еще австрийские гости рассказали нам, что в их стране в ресторан люди ходят очень редко, в основном по праздникам. Зато кофей не посещают практически каждый день. Это Beauty Time – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Смотрите далее в выпуске. Wellness – это такое направление индустрии красоты, которая позволяет совершенствовать свои формы, получая при этом удовольствие. Занятия в тренажерном зале обычно связаны с физическими нагрузками. Wellness-тренажеры работают с мышцами тела без лишнего напряжения. Принцип действия тонусного стола, вакуумного тренажера и виброплатформы нам объясняет Wellness-инструктор Оксана Богданова. На тонусных столах нет нагрузки на поясницу, суставы, позвоночник и сердечно-сосудистую систему. Движение на них выполняется в основном лёжа. Создавая правильное направление движения, тонусные столы позволяют провести тренировку любой интенсивности и заставляют мышцы правильно работать. Каждый стол направлен на определенную группу мышц, а вспомогательные мышцы убираются из работы. Поэтому одно занятие на тонусных столах соответствует нескольким занятиям, проведенным в фитнес-зале. Бёдра, ягодицы, живот у места, которые худеют, сложнее всего. Вакуумный тренажёр позволяет избавиться от жировых отложений во всех проблемных зонах. За основу тренажёра взят медицинский кардиостеп-тренажёр, который позволяет выполнить аэробную нагрузку на организм. Дополнительно выставляется программа, направленная на проводку мышечной мускулатуры и включается вакуум, который создаёт отрицательное давление. Отрицательное давление ускоряет процесс сжигания жира на 400%, ускоряет обменные процессы и улучшает метаболизм в тканях, способствует обильному потоотделению и выводу лишней жидкости из организма и активно борется с целлюлитом. Занятия на ней очень непродолжительные, но интенсивные. За 15 минут можно пройти часовую кардиотренировку. С помощью виброплатформы прорабатываются все группы мышц тела. Более того, 10 минут тренировки равны часу усиленных занятий в фитнес-зале или 2 часам быстрого бега. Вибрация на высоких оборотах стимулирует обменные процессы в тканях и заставляет мышцы работать. Стимуляция лимфодренажа способствует уменьшению объёма и снижению выраженности целлюлита. Вибрация позволяет вывести из организма внутренние висцеральные жиры и прооцирует массаж внутренних органов, что тоже даёт положительную динамику в процессе коррекции фигуры. И можно с помощью неё получить хороший лифтинговый эффект и косметический массаж. В современной индустрии красоты знакомы не только изнуряющие методы, но и альтернативные варианты. Более мягкие, но при этом результативные. Главное помнить, что программа занятий составляется индивидуально в зависимости от состояния здоровья и поставленных целей. Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Смотрите далее в выпуске. Так же, как и одежда, обстановка дома отражает вкус и характер и привычки человека. Привычка по-настоящему красива жить выдвигает высокие требования, в том числе и к домашнему текстилю. Я считаю, что в имидже вообще не бывает случайностей. Любая мелочь, любая деталь должна работать на единую цель. Если человек высокого статуса, высокого достатка, то, конечно же, то, чем он себя окружает, какими предметами, это все очень важно. В том числе, конечно же, постельное белье, домашний текстиль, потому что это создает настроение, это создает состояние определенное, которое потом, возможно, человек демонстрирует окружающим. Я за гармонией, он должен быть во всем и везде. Начинаю от полотенца, заканчивая носочками, нижним бельем, постельным бельем. На мой взгляд, когда вы сделали ремонт, что касается постельного белья, полотенец, когда даже создали дизайн, нужно просто ехать и все закупать сразу, чтобы между полотенцами определенной гаммы не висели там абсолютно, скажем так, бездарные какие-то решения, потому что это называется захламляться, захламлять свой дом. Требования к домашнему текстилью обычно сводятся к тому, чтобы оно было нежным на ощупь и хорошо впитывало влагу. В этой связи непоследнюю роль играет материал, из которого оно сделано. Например, мы знаем уже о текстиле с бамбуком и волокном, полотенце с бамбуком и волокном. Есть дополнение модал растительного происхождения, да, то есть лучшая гигроскопичность, меньше усадки дает. Есть у нас предложение, это гидрохлопок, хлопок тот же самый, но специальное плетение нити, позволяющее сохранить его пушистость. Наиболее приятный и качественный текстиль в постельном белье – это сатин. Он напоминает шелк, он очень гладкий, блестит и при этом состоит 100% из форка. Достаточно популярен и перкаль. Особо прочная нить, которая использовалась и используется до сих пор для изготовления паруса, парашюта. При покупке полотенец, постельного белья и халатов следует руководствоваться тактильными ощущениями, обращая внимание на материал и производителя. Прежде всего надо понимать, из чего оно состоит. То есть это основа полотенца и сама непосредственно махра. Основа, она, как правило, более плотная. Если полотенце качественная, основа должна быть достаточно плотной. Его необходимо посмотреть, ну, скажем так, на свет. Вы можете это сделать в любом магазине. Вы просматриваете полотно на свет. Чем меньше просветов, тем качественнее само полотно. Хороший комплект постельного белья может быть очень практичным и приятным подарком близким людям. При условии, что вы знаете об их предпочтениях и любимых цветах. Мне кажется, очень хороший подарок на свадьбу. Это, ну, скажем так, знаковый подарок. Родственникам, родным, подругам, друзьям. То есть я вот замечаю, что я всегда при выборе подарка почему-то обращаю внимание именно на постельное белье. Ну, наверное, потому что я очень люблю его. Ключевая такая фраза, которая касается домашнего текстиля, это, конечно же, забота. Забота о близких, забота о себе, о своем здоровье. Конечно, в этой связи такие подарки будут уместны близким, родственникам в качестве, допустим, свадебного подарка. Красота человека не только в его внешнем виде, но и в окружающем пространстве, гармонично организованном, уютном и полным вниманием к деталям. И, касаясь вещей домашних, лучше всего, если они будут качественными, натуральными, не вызывающими раздражения, как физического, так и эмоционального. Салон элитного домашнего текстиля «Оунхоун». Торговый комплекс «Западный луч». Первый этаж. Весь ноябрь и декабрь пробное занятие в «Тонус-клубах» бесплатно, а при покупке абонемента скидка до 40% и другие приятные бонусы. Подарочные сертификаты «Тонус-клуба» – это лучший подарок женщине. В салоне «Вэлла Стиль» сезон накопления скидок. Каждое посещение до 15 декабря увеличивает вашу скидку на весь следующий год. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске первая фотосессия участниц проекта «Хочу быть моделью». Работу профессиональной модели мы обычно представляем как участие в показах и фотосессиях. Но каждый из этих видов деятельности имеет свою специфику и требует определенных навыков. Все это предстоит попробовать участницам конкурса «Хочу быть моделью». Сегодня у нас состоится второй тур – это фотосессия. С ними с утра уже работает группа профессиональных парикмахеров и визажистов. Я сама еще не видела некоторых девочек в макияже, поэтому это будет такое сегодня открытие. Изюминка в том, чтобы подобрать именно ту идеальную шубу, которая на этом конкретном человеке выглядит очень красиво. Задача модели в одном кадре – создать определенное настроение, которое воплотит замысел дизайнера. В конкурсе участвую первый раз. Я когда еще не знала, как фотографироваться, я очень сильно боялась. Я даже сейчас боялась, потому что боялась испортить что-то. Мне само это интересно, я узнаю для себя что-то новое, нравится позировать, что-то показывать. Мы выбирали самые красивые, самые модные, самые яркие модели, которые появились буквально только что. Мы можем вот так вот смотреть на нее, и она нам покажется какая-то такая неинтересная, неяркая, не симпатичная. Когда мы ее наденем на себя, это будет вообще супер. Чтобы мы подбирали под типаж каждой девочки. К каждому человеку подходит определенная какая-то цветовая гамма. Даже как бы по свойству меха, да, кому-то длинношерстный идет больше, кому-то короткошерстный. Каждый этап конкурса – это возможность еще раз с профессиональной точки зрения рассмотреть участниц, оценить типаж, трудолюбие и артистизм. Целью этого конкурса у нас является поиск и набор новых лиц. Высокие в этом году, не всегда бывает вот такое количество высоких. Вот удачный год именно на необычные лица. В моделинге ценится как бы два направления. Когда девушка там на кого-то похожа, может, на какую-нибудь там известную актрису, это первое время ей помогает выйти вот на этот рынок, да. Вот или наоборот ценится такое лицо, которого не было. Вот у нас как раз в этом году есть много девочек, у которых лица таких, которых вообще в принципе не было. То есть никто ни на кого не похож, похожи сами на себя. Несмотря на юный возраст, девушки работают как взрослые, преодолевают волнение, уверенно позируют. Оценить их участие в показах можно будет во время финала, который состоится 19 декабря. На этом все выпуски Beauty Time. Смотрите также на сайте 31tv.ru. До встречи. Программу представляет транспортная компания Шерл. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...